Чё такое чуросы? Как дворец лучезарного счастья. Три тысячи вонючек. Смотри, эти хамбочки отдельно идут. Не разрисовывайте стены, ну, с наполнечками. Баллончиками, да? Да, баллончиками. Выпил с девушкой, уединился. Ну, потому что стыбзили, а свой язык не придумали ещё. Классная локация для Чиханы, знаете, вот отдельные кабинки. Либо за ней не ухаживали, либо она очень старая. А это чё, титьки чьи-то или попа? Не узбеки, я как-то придумали. Тинь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. Ольца, показать? Ну, мы не сразу успеваем сориентироваться. Холмать, женщина. Что-то уже ешь, что ли? Логничку шишоного. Для чего эти столики? Что лежит в коричневом ящике? Нот Америка, Амраша, Раша, Руссия. Надо было выучить корейский. Я заказала пикантную ногу Че. Суп с галушками – это украинская тема, а оказывается, нет, корейская. Он дрожит от страха, что мы его хотим съесть. Зашли в какую-то кафешку, что-то тут, ну, корейская еда. Сейчас вот такая здесь обстановочка, люди сидят. А выдают с той стороны? С напитками 31 800. Ну, хорошо. Да, да, 31 800 наш обед на троих. Три блюда, три напитка. Чек это 31 800 еще раз с напитками. То есть, ну, понятно, вот такие напитки у нас, кола. Вот такая у меня порция, такая же у Оли порция. Ну, у Илона где-то, да, что-то типа похожее, наверное, что-то. Кстати, вот это кимчи бесплатно, вон Ольга наложила. Вон там они берут. Там ведро такое стоит. И щипцы, и набираешь. Сколько тебе надо. Вот это называется кибимпап. Да, правильно? Да. Так, илоне принесли. Что-то бурлящее. Что это такое, вон? Это кимчи-су. Да, кимчи-су. Ага, здесь рис. Ну, все это 32 000. Это на 7 умножить на 70. Сколько это? 2 100 плюс, ну, где-то 2 300. Я так округляю. Три напитка, и, кстати, вот этот миф, что тут все так дорого. Ну, конечно, не по 100 рублей. Ну, и недорого. Тоже и недорого. Три бурля, полноценные. Пообедали вкусненько, изумительно. Так, цену вы видели. Не знаю, для кого дорого, дешево. Осталось, видимо, у детей еще место для каких-то... Че такое чуросы? Че такое чуросы? Че такое чуросы, кто знает? Это вот такие палки, что ли? Так, короче, так. Вот такие чуросы. Не знаю, сколько стоит сейчас. Дети возьмут, расскажут, покажут. Тебе прям свежие, что ли, приготовили, да? Да, я готовлюсь свежие под заказ. Ага. 5 штучек там или сколько? 5 штучек и сколько стоит? 6 тысяч вон. Да, по нашему ходу похоже, что мы пришли в какой-то даунтаун, что ли. Но мы, конечно, по краю вот так пройдем сейчас вот сюда. Не будем туда углубляться. По крайней мере, сегодня напротив даунтауна. Че-то как это непонятное развлечение у детей. Холмики, камни. Что-то они там лазают. Непонятно, что за фан-шуй такой. Ну, с этой стороны пытались что-то походу посадить. Ничего не получилось. Кен Бакун. Кен Бакун. Переводится как дворец лучезарного счастья. Все, лучезарный дворец. Ну, выглядит очень-то грандиозно, да? Так, бойцы готовы. Встречаем нападающую армию. Кто это вообще? Кто это идет? Мы посмотрели в Яндексе главные ворота вот эти сеульские. Приехали утром, посмотрели. По фотографии понимали, что это что-то не то. Говорят, что это вот эти теперь наши выкопали информацию. Вот эти закрытия, это двое красных ворот. Здесь типа площадь, там какой-то фонтан. И здесь жил внутри этот человек, который придумал корейский алфавит. Не знаю, как его зовут. Вот так, армя, все наступает и наступает. Города и цветы. Все, ноты закончили. Музыка закончилась, что-то. Что такое? Я не понял, где российские флаги? Что они так идут? Почему они в одежде, знаете? Потому что везде, где платный вход, если вы в одежде, в такой корейской, вас пускают бесплатно. Так, мы идем нашествие. За этим нашествием. Куда они ушли? Разбрелись. Так. Там очередь большая. Но здесь как в запретном городе. Первая часть. Смотри, да, здесь как в запретный город? Да. Первая часть. Мне кажется, вот там тоже можно зайти. И вот куда-то дальше уже нельзя, наверное, разойти. Попробуем. А зачем? Мы же хотим полностью осмотреть. Вас не должна такая очередь большая пугать. Наши девчонки раз стали. Это же турагент. Она раз и решила все проблемы. Сколько стоит, Оля? Три тысячи вонючек. В смысле три тысячи вонючек? Ну, три вона. Три тысячи вон с человека. С человека? Три тысячи вонючек. Чё так дорого? Три тысячи вонючек. Три тысячи вонючек. За двоих дети бесплатно. Блин. Везде по тысяче было. Здесь тоже. А, смотри, эти хамбочки отдельно идут. А, с тикетами сюда. А с нарядами хамбок сюда. Пожалуйста. А я тоже в хамбоке. У меня про штаны обрезанные. Тут не работает. В общем, тема, как в Китае зашел в запретный город. Ты идешь, половину прошел. А потом нужны билеты. Ну, архитектура похожа. Такие же закрытые дворики. А, вот даже речка здесь есть такая же. А? Вот такие на входе выдают листочки инструкцию. Пожалуйста, не разрисовывайте стены. Баллончиками, да? Да, баллончиками. Баллончиками. И ничего не забивайте. Да, не тыкайте. Ну, все, понятно. Все, не будем. А то я баллончик взял. Не пригодится теперь. Жалко. Денег потратили только на баллончик. В общем, тут все... Ой, блин. Сколько здесь этих халявчиков. Вот в платьях этих традиционных. Просто халява, плиз. Конечно, тут не хватает воды. Пустые вот эти белые, красивые. Да, воды нет. Так, мы бежим, бежим. Хотим хор вот этих корейских девушек сфотографировать. Давайте, корейские самые. Опять они будут? Блин, разошлись, не поют. Жаль. Теперь скажите, пожалуйста, кто копирует? Китайцы или корейцы? Вообще непонятная тема, да? У Китая более масштабно, более грандиозно. Вот этих ступеней дофига. Красиво все. И речка, и архитектура. Вообще похоже все. Непонятно, кто у кого что копирует. Непонятно. В общем так, что мы посоветовались и решили. Китай постройки 11-12 век, а это 15-й. Ну, делайте сами выводы, да? И потом, если брать вот, допустим, в Париже, этот, как, не Петерго, Петергов, вот в Питере, да? То, что слезал Петр Первый с парижского. Как он называется там? Оля, как в Париже называется вот этот вот? Версаль, Версаль. Вот без тебя вспомнил, спасибо. Там более масштабные. В Питере он поменьше, но тоже красивый. Ну, слезал наш Петр Первый. Тут та же история, похоже, вообще один в один. Даже вот эти штучки на лестницах тоже. Ну, лестницы тут так себе маленькие. Вот эти все штуки. Все такая отсылка к китайскому дворцу. А вот, кстати, она сказала, что это чайный стайл. Если я правильно услышал, ну так, поближе подойдем. Ну-ка, давайте внутрь заглянем. Ну, конечно, здесь отреставрировано все. Конкретно прям все сияет и блестит. Поинтереснее. Можно конкретно спутать. Ну, в запретном городе все более старое. Так, идем сюда. И вот здесь тоже самое. Выходы типа парка, наверное, в ту сторону. Так, герой наш. Ага, ну и дальше проход. Даже не удивляет меня это. Здесь как будто вообще архитектор был один. Следующая локация у нас. Ну, могу сразу предположить, что это жена короля здесь жила со своей свитой. Так. Что здесь? Давайте, ладно, не будем мешать. Фотографировали. Даже внушли так же. Ага. Ну да, такое вот аскетичное убранство. Движемся дальше. Здесь тоже сквозной проход так. Будем ходить. Справа-слева живут здесь. Ну, в общем-то, понятно. Здесь все подданные. Туда мы не пойдем в дома заглядывать. Уже нагляделись. Потерялся наш турист. То есть мы его нашли. Где-то здесь. Где? Тут все разбрелись в этих хэндбоках. Блин, по всему. Хэндбок. А, хэндбок. Извини. По всему царству. Государству. Что мы здесь имеем? Да ничего. Какой-то бальный зал. Вообще пустота. Это бальный зал. Бальный зал? Да. Кто устал, сразу может уединиться. А, вот здесь вот вип-комнаты можно посидеть. Да. Хорошо. Вон, Юра. Вот точно это вип-зона можно уединиться сразу, как на дискотеке. Выпил с девушкой, уединился. Выходит следующее. На корейском написано, а на китайском. Реально как будто просто точь-в-точь все. На китайском написано, да? А зачем? Ну, потому что стыкзили, а свой язык не придумали еще. Что им думаешь, да, тогда? А здесь же жил, который придумщик. Ты же говорила, алфавита. Это может, кстати, где-то и робит, и старый. Ага. Здесь, видишь, придут... О, ну как, вон выход, по-моему. И почти сад. Да, почти. Нет, я имею в виду дальше проход. А я там сакура сколько? Да, здесь отличается забор кирпичный, во-первых. Во-вторых, что-то здесь... Вот так выглядит. Еще одно поместье на этой территории. Как-то отдельно стоят вот эти домики с кирпичными стенами. Ага. Да, уже внутрь не будем заглядывать. Понятно, что вот так вот открывали. Тут вообще классная локация для чиханы. Знаете, вот отдельные кабинки. Можно сесть. Плов заказал, сел, хорошо провел время. Полежал на полу, там, на курпаче. Классно. Еще один комплекс. Здесь большая такая пагода. А, здесь даже два туалета. Вот раз и два. О, такой прикольно. Слушай, а вот эта беседка, похоже, вообще старая. Слышишь? Да, возможно. Либо за ней не ухаживали, либо она очень старая. А вот это что за человеки? Такие разные. Разные, разные. Перевод, конечно. Это я перевожу до шума. Что именно? Все, вот, для беременности, вот там. Для похода хорошего, для урагаи. Угу. Хорошо. Бабушкин момент. А это что, титьки чьи-то или попа? Вот этот вот поет микрофон, видишь? А, да? Человека сзади. Это караоке. Или что-то другое делает. Караоке, да? Какие дела у нас? Мы были на Рублевке, посмотрели, как живут придворные и там короли. Теперь посмотрим, как живут, жили замкадыши. Вот такое жилищко у них было. Вот такое. Похоже, что он даже сохранилось где-то. Сейчас мы зайдем внутрь. Главное, пашку не удариться. Вот этот чемодан с приданым, видимо. Так, комнатки такие низкие, маленькие. А здесь что? Здесь чулан, да? Ага, с ценовками, с какими-то. Так, идем дальше. Не задерживаем народ. Ага, а это кухня была. Ничего себе с казанами. Как все видите, это не узбеки, окажется, придумали. Ага, ехали дальше. О, а здесь у них прямо и поеда были. Ага, приданная опять. Что-то какая-то. Ага. Вот кудури твои. Кудури это, чтобы понимали, это комната с теплыми пламями у корейцев. Так, а здесь у нас хранилась вся посуда. Какие-то ящики. Так, сюда мы не заглядывали. А, это кабинет. Очень даже неплохо жили. Слышите времена, Оля? Смотри, сколько комнат. Десятикомнатная квартира. Дом, вернее. Так, сейчас мы зайдем во двор и посмотрим. Ну, участок такой, несколько соток. Ага. Здесь то куры жили? Или кто? Ну, в общем, какие-то жили зверюги. Горшки для вина, небось. Заготовленные дрова. Ага, будка для собаки. Либо для туалет. Ну, конечно же. Святое. Туалет. Класс. Это вот задняя стена. Ага, вот это. Похоже, конечно, качели, но что-то они здесь мололи, походу. Ага, вот так. Вот так она работала. В общем-то, что-то здесь. Зерно, может, добывали. Это типа имитация риса. О, вода! Вода, ура! Так, а это что за будка? Что здесь у нас? Это насосная станция, походу. В те времена вот такая вот насосная станция. А, нет, они что-то за счет воды вот толчили что-то в этих ступах. Не знаю, мне эта песня ничего не напоминает, но это игра в кальмара. Это типа старый такой магазин. Пепси туда же было вот. Вот такие вот автоматы. Ничего себе, а, они игровые до сих пор. Вон там что-то двигается. Игрушки прибитые к полу. Что тут еще? А, это пигоди продают, смотри. Пигоди, точно, да? Да. Пянцы? Пянцы. А, вот, смотрите, какая качелька. Садишься такое? Тиндерин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Оль, тебе показать? Вот так вот, смотри. Тиндерин-дин-дин-дин-дин-дин. Телефонный аппарат. Это уже, ну, такое более современное, кажется. Это библиотека, что ли? Это библиотека, телевизор и библиотека. Маленькая такая кухня. Ток-поки с тех времен еще. Самая дешевая еда вот раньше, то, что была, сейчас стало все очень популярное. Вот это пигоди или пянцы, как они называются. В общем, пареные рисовые лепешки. Или булочки. Или пирожки. Там разное есть. Это самое, рецепты. Так, это что такое? А, вот это парикмахерская, пожалуйста. Слушай, вот они воссоздали, да, все прикольно. Ага, велосипед китайский первый. Может, они первый. Так, а здесь что у нас? Здесь какой-то цех по переработке риса. Еще чего-то, еще чего-то. Вот, можно было перемолоть перец. Ага, ну тут прям капец. Ага, это тоже ступа, что ли? Такая. Теолю правильно сказала, выглядит все как в парке аттракционов. Это типа фото мастерская была. Что-то она закрытая. Что-то уже, посмотри, вот так вот. Ага, там швейная мастерская. Но все не покажешься. Так, а это ресторан. Ресторан. Вот так вот, с ценами по 300, по 400. Так. Ага. Мюзик бокс тут. Ну, интересно. А это типа сигаретка стоит. А здесь что такое? Швея здесь работала, наверное. Сигаретка. Слушайте, сейчас вот это не как будто, а это типа показывает. Это рабочие телевизоры, ничего себе. Магнитолы. О, Сони магнитолы. Корея какое отношение на ней непонятно. Так, всякие проигрыватели. А это кашеварки. Что здесь? Давайте, так как я самый древний, я вам расскажу, что где. Что такое? Это помывочная? Это баня? Конечно, баня, помывочная. Такой холодильник. Телевизор видела раньше какие были? Не такие плоские, как сейчас. А вот такие. Идем, я тебе покажу магнитофон. Вот смотри, кассетный, Илон. Видела? Вот кассетный магнитофон. Сони, вот этот плеер. Вообще, это было круто, вот такие плееры иметь. Еще наушники одни были. Ну, естественно, и телевизоры. Правда, они были черно-белые. Я не знаю, почему здесь цветной. Большой комплекс. Это самый центральный, да? Мы в каждой заходим, мы говорим, самый центральный, самый... Ну, мы не сразу успеваем сориентироваться, извините, пожалуйста. Ну, и как тебе он? Красиво. Но если сравнивать с запретным городом, то запретный город в Китае, в Пекине, конечно, круче. Не, а почему он сравниваем? Потому что он конкретно похож в плане архитектуры, да? Да, очень похоже. И архитектура, и вообще все похоже. О, какие-то рыбки с какими-то, со сладостями. Ой, это сосиски разноцветные. Кальмар, женщина. А что это такое? А, это типа кальмар? А что это такое? А 3000? А что такое яйцо? А сколько? А сколько пища? Вышли мы из комплекса. Значит, вот здесь, говорит, главное полицейское управление. Ну, нам неинтересно это. В общем, вот здесь вот какая-то площадь, и мы движемся вот туда прямо. Сейчас, с правой стороны, какой-то типа фудкорт. Ну, посмотрим тоже. Любопытненько, поснимаем. Так, это что за карта? Это что за карта? Это карта, наверное, вот этого поместья, где мы были. В общем-то, здесь какие-то руины, как я и говорил. Ну, несколько ко мне сложили что-то похожее. Так, мы движемся сейчас куда? Вот здесь какой-то фудкорт. Такая уличная еда, посмотрим. Что здесь продают, чем торгуют, чем могут нас отравить или накормить. Мы вообще только поели, и так плотно поели, что... Ну, как только. Что здесь? Что-то уже ешь, что ли? Что-то. Клубничку шушеную. Шушеную? Да. А, нам же Костя привозил такие, да? Сушеную клубнику. Угу. Угу. Ну, как сухарик со вкусом клубники. Угу. По 5-10 тысяч вон, в общем, тут. Ммм, это сладкое. На. Так, какие-то мешочки. Уличная торговля. Уличная работа ни у кого не пользуется спросом, они несъедобные. Здесь колечки. Здесь какие-то безделушки. О! Это интересная посуда. Тут еще что-то, еще что-то. Кошельки и сумки. Так, здесь что? В общем, здесь все ручное, ручное. Вон, даже такое есть. Ты что, опять голодная? Что это такое? Хот-дог. А сколько стоит он? 5500. Нифига себе 5500. Это... Что за цена хот-дога? Проходим товарища, который... По нашей информации, которую нам донесли местные жители, человек, который придумал вообще китайский... Ой, корейский алфавит. Ну, иероглифы вот эти именно корейские. Вот такой вот чувачок умный. Какой-то господин Мао. Мао в Китае. Илона гонит. Ну, она шутит. Так, это что-то тут. Пики какие-то. Ну, что-то это, видимо, его приборы со стола. Какие здания грандиозные здесь. Ну, прикольно. Что сказать. Прям такой вид классный. Хотел спросить, что это за такая улица? Красивая, широкая. Мне говорят, это самая главная улица, в принципе. Ну, поверим, что это самое главное. Поехали. Движемся дальше. Сборим там фонтаны какие-то. Народу очень много. Давай сделаем это для что, где, когда. Отойти на ответ мы просто не знаем. Давай, давай, хорошо. Итак, мы гуляем в Сеуле. И увидели вот такие вот столики. На центральной улице Сеула. В Северо-Южной Корее, в городе Сеул, есть вот такие платформы. Посмотрите, пожалуйста. Для чего эти столики? Внимание, вопрос. Уважаемые знатоки, для чего эти столики? Мы сами не знаем, для чего. Интересная штука. Здесь такой спуск куда-то в подземелье. Вот так ориентир, да? Вот этот вот богатырь стоит с мечом. Люди сидят, смотрят напротив какой-то мультик. Это не мультик. Ну, какой-то экран тут такой. Там что-то происходит. Так, здесь у нас танцующие фонтаны, дергающиеся. Вот. Но никто почему-то через них, как обычно, не бегает. Что-то такое, да? Ну, а что? Я вам хочу сказать, если снять сверху, то это будет буква В и буква З. Ну, и по кругу, соответственно. Классно сделали фонтан. Это фонтан от вандалов. Чтобы не завандалили вот этот вот памятник. Вот этому славному герою. Видите, так сделали перед ним? Море плаватель, что ли, у кого-то там вот лодка какая-то, китайская, корейская, наверное. Вот я в то время барабана, и вот он, герой. Наши куда, думаете, побежали? Увидели какой-то магазин корейской лавки, который им порекомендовали. Я там снимать не буду. Заходите к Ольге в Инстаграм. Она там сейчас поснимает, он покажет все. Цены, что-то можно прикупить. Вот прям тут что-то происходит. Ну вот здесь прям, да, такой даунтаун. Дьютифри. В смысле, тут что, Дьютифри магазин? Класс. Это песня про Чуню. Чу-ня, 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 Чу-ня. Что это такое? Смотри, этот ролик. Это, оказывается, они танцуют. Давайте объединимся с Америкой и будем счастливы жить. Что тебе сказал такое-то? Там у них флаги американские, видел? Ну и что? Пусть объединяются, мы здесь при чем? А я танцевала вместе с ними. Ну и что? Здесь какой-то кругляшок непонятный. Непонятный. В общем, мы сейчас в исполнении корейцев услышали песню про Чу-ню. Про Чу-ню какую-то там. Так, автоматы и упакованный автомобиль. Что это? Тоже в Китае точно так же упаковывали. Да, кафе Старбакс. Никого, вообще ни одного человека нет. Просто капец. Сеул-Сити Турбас. Тут вот эти двухэтажные басы. Посмотрим, сколько они стоят. Ну вот, как-то ценники, я не знаю, 22 тысячи. Чаилл 15. Взрослый 22. А ночной 20 тысяч. И детский 12. Ну вы знаете, да, как это работает? Там есть маршрут, останавливаются. Можно выйти погулять, опять сесть и дальше поехать. Вот так, здесь есть даже вот такая вот очередь. И несколько басиков. У нас еще есть один вопрос. Что лежит в коричневом ящике? Мы, например, на улице держим таких курпачу, там чипаны. Кто знает, что такое курпача, чипаны, пишите. Вот, короче, вот в этих ящиках непонятно под замком. У меня есть предположение. Да, предположение. Что, скорее всего, там может быть все для цветочков. Потому что они только посадили цветочки, и они могли их там поливать. И все что-нибудь. Хорошо, на что, где, когда узнаем. Да. Наши побежали в магазин АДАИСО. Короче, это типа корейский фикс прайс. Как утверждают, все по одной цене. Ну, пошли. Посмотрим, что здесь. Ой, да мне идет. Какие тут цены? По тысячу местных денег, крема. Тысячу этих. Ну, типа фикс прайс наш. Ага. Ну, такое, да, все для дома. Ага. А здесь касса, а что сюда пришли? Тут касса, здесь выход. Они сами же здесь, видишь? Ну, да. И самообслуживание. Ну, в принципе, до них только дошло. У нас уже давно так. Даже если честно, не знаешь, что снимать. Ну, такая вот. Всякая разная, барахлятина. Кошелечки, видите? Лифтуны. А, вот батарейки есть, кстати. Батарейки. Орешки. Ой, даже не знаю, наверное, тут. Дед, даже с корзинкой, он пришел. Знает, что будет покупать. Ага. Ну, вот есть всякие лапшички. Что еще? Ну, вообще тут неинтересно. В общем, всякая барахлятина. Кто-то у нас переезжает. Мы сворачиваем такой с даунтауна в какой-то переулок. Здесь у нас интересные кафешки. Ну, вот у нас ребята вчера, пока мы отдыхали, они здесь были. Ребята, да. Мам, да лучше я буду снимать контент. В общем, ты колебался до нас, дед, в метро. То, значит, он нам делает замечание, чтобы мы потише себя вели. И потом начал заигрывать перед джинсом классные у тебя с дырками. Вы, говорит, из Америки. А теперь пришел, говорит, вы из Америки. Very good, говорит, вы из Америки. Very good. Мы не из Америки, мужик. Not, I'm Russia. Not, not. Not America. I'm Russia. Russia. Руссия. Руссия. Руссия, я. Да, есть. Good Russia. Good Putin. В таком заведении решили поужинать. Ключ-минус везде заведения одинаковые. Так. Сейчас посмотрим, что вот здесь теперь для самовара. Такие штуки. То ли будем сами готовить, столько шум. Посмотреть, как говорится. В общем, у нас проблема. Вот это меню хреново не переводится. Уже, почему я так говорю, потому что задолбались переводиться. Переводить раз, нет фотографий, мы замучились. Поля мучается, переводит. Надо было выучить корейский, вот перед тем, как их у тебя было полгода. Начали нам приносить салатики. Здесь покрупнее салатики, смотри. А что ты заказала, ты хоть расскажи? Я заказала пикантную ногу Че. Это мой переводчик. Человека? А что это, я не знаю, извините, не обессудить. Вот это очень вкусное, мне понравилось вчера. Вот здесь перцы, смотри, есть. Да, я буду вот такой, сейчас. А где палки? Что нам принесли еще супец? Да, да. Вот такой вот листики, вот эта штука. Игорь говорит, чего Йогидара, чего-то там, наливается вон туда вообще. Ну и пиво, кстати, неплохое такое, мягенькое. Слушайте, к свиным ножкам, оказывается, прилагается еще вот такой суп с галушками. Я думал, суп с галушками, это украинская тема, оказывается, нет, корейская. Вот, пожалуйста, галушки. Что-то я боюсь, ребята. Молю, молю, спасибо. Так, я заказал рис, а вот это что такое? Кажется, это то, что это не рис. Это к вам и к блюду. Это к блюду? Это омлет, его ложкой надо есть, варять палки. Блин, я думал просто рис, он дрожит от страха, что мы его хотим съесть. Он дрожит. Какую-то пикантную свинину заказали, на пол, грибы жареные. Тебе не кажется это? Нам даже отделиться теперь нечему, я тебе говорил. Вот, 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 а для костей. О, спасибо. Понятно тебе, а это вот как раз вот для вот этого. Вот так ты теперь, к концу поездки будешь профессионал. Воля, ты наелась? Да. Так я вижу, молодец, все съела, почистую. Молодец, мне ничего не осталось. Понимаете, ладно, пойду на ночь, много есть нельзя. И нормально, и никто даже внимания не бракет. Документирует. Ты оплатила номер? Оплатила, у меня даже сдачу дали и 1000 квонусы на скидку. Где эта девка? Сейчас мы ее... Девушка. Ой, где эта девушка? Где эта девушка? Кого девушка? Смотрите, хорошая корейская еда, информация. Все, оплатили. Сегодня был прекрасный продуктивный день. Блин, я еле хожу, если откровенно прошли эти всякие королевские резиденции. У нас еще впереди очень много всяких достопримечательностей. Так что, и даже мы, может быть, попадем в Outlet. То есть, шопинг тоже будет. Подписывайтесь, оставайтесь с нами. Обязательно прожимайте колокольчик, чтобы новое видео, вы видели, что оно вышло. Вас оповещало. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!